приветствуем их войны с вами mvfans и это иного мы продолжаем наш подкаст и с нами в гостях rgf волкодав как топ игрок и экскалибр рус как человек из народа и я иного как ведущий прошлый раз мы оговорили всю энергетику и сейчас поговорим про баллистическое оружие и ракетное и так на очереди у нас гаусс и давайте начнем с гусей и так я зачитаю сразу все изменения по по всем гауссом и мы их обсудим гаусс райфл внутренней сферы здоровья повышена в целом могу сказать сразу что здоровье я так понял повышает вообще у всех гусей но давайте зачитаю все здоровье гусей с 10 до 12 пулдаун понижен было 5 стала 475 то есть чуть-чуть скорострельнее боекомплект на тонну повышен было 10 в тонне стали 12 скорость полета повышена до 2200 было 2000 range повышен было 660 стало 810 очень кстати значительно прям long long будет крутой и максимально range было 1320 станет 2050 ух гуси клановые что с ними жизни раньше у них было 5 всего health point of станет 12 также какие у гауссов сфероидных скорость полета будет такая же как у сфероидных 2200 метров в секунду range возрастет до 810 собственно также получается максимальный range 2050 также то есть целом гаусс и клановые сфероидные будут очень похожи друг на друга light гаусс и у них урон повышен было 8 станет 10 боекомплект понижен с 25 до 20 меньше баком кулдаун перезарядка повышена то есть он будет дольше перезаряжаться 2.6 секунды было станет 3.5 секунды скорость полета приведена к стандарту видимо 2200 метров в секунду range 750 станет 880 и максимальный range 2200 а также хит пеналти удален здесь я сделаю ремарку насчет удаления гост хита в игре мво гаусс пушки и ппс относятся как бы к одной категории по гост хиту и например если ты используешь три оружия из гусей и ппс то у тебя получается гост хит будто ты используешь 3 ппс сразу допустим ты можешь использовать 2 гаусса и 1 ппс и у тебя хопа будет резкий нагрев будто будто ты из 3 ппс стреляешь light гуси будут лишены этого ну избавлены от этого и тогда ты можешь без перегрева стрелять там допустим с двух light гусей из 2 ппс одновременно и все у тебя будет отлично и последнее хэви гауссы с ними ничего толком не изменилось кроме здоровья было 15 станет 20 таким образом всем гауссом подняли здоровье большинству гауссов скорость привели к 2200 повысили ну и range повысили сделав их более дальнобойными кроме хэви гусей ребята вам слово как вы считаете с гусями поступают справедливо или их несправедливо бафовать слишком сильно опять же возвращают то что раньше было они еще раньше еще жестче были мне интересно они хотят сделать прям чтобы они вот на дальнобой стреляли но перезарядку остаются оставлять такую же на мой взгляд было бы те чуть-чуть увеличить все-таки гаусс оружие довольно сильно бафают по дальности и я боюсь что у нас возникнет куча мехов на гауссах которые постоянно будут где-то сзади сидеть и больно накидывать потому что раньше им приходилось на почти на midrange подходить что-то нормально настреливать свои полный урон пятнашку тут тут четыре секунды дал сферы понижают у сферы 475 то есть почти 5 секунд перезарядка ну это чуть-чуть понизили раньше было 5 то есть чуть-чуть получше да вот чуть-чуть получше и опять же кто помнит это просто бы головная боль это было мета из мет это night gear и с двумя гауссами или пипцой или двумя пипцами даже были случаи это вообще просто настолько помех был невозможно от него было никуда деться из-за того что можно было одновременно стрелять гауссами и пипцами хорошо что это не вернули но опять же вот light гаусс теперь можно стрелять с пипцами возможно какие-то night star и вылезут с двумя гауссами двумя пипцами ну тут 40 урона да в принципе будет в точку он медленно не знаю насколько это будет эффективно в целом изменение конечно крутые мне нравится что то 5 гаусс стал таким снайперским оружием тут еще стоит упомянуть что обычные пеписи сферы можно теперь три штуки без госхита и тогда к этим трем можно присовокупить еще вот этот light гусь и все равно там плюс 10 урона здесь 40 урона без госхита в точку не тоже изменение очень нравится то что они становятся более дальнобойными это ну тоже возврат как изначальным там величинам ближе вот они хотя бы могут соревноваться с кем-то как ланговое оружие какое оно как бы изначально и должно было бы быть да здесь появляется хотя бы какая-то у них там дополнительная роль в плане то что у них есть раньше и у них гораздо выше скорость чем у печи это касаемо например клан тех а да то есть он тех а 2 гауссами машины будут вполне оправданно потому что очень часто у контекста кланских машин хватает тоннажа для того чтобы эти гауссы нести то что они будут более живучим я считаю что это здорово потому что это один из главных параметров из-за чего их все не берут честно говоря даже странно как клановые гуси вообще жили с пятью очками здоровья они никак не жили кто их видел то есть опять же вспоминая говоря о том что бафнуто что нет вспомните когда вы видели кланского клановскую машину с гусями последний раз один из моих любимых мехов от найтгер на гусях он очень нравится ну то есть я я их просто не вижу сейчас не в крике не в кого и до гусевого гауссовой машины я не знаю замечали ли вы может быть вы чаще и замечали но я их не замечать просто нет я почти все время в крик играю найтгиры встречаются я тоже иногда поигрываю на найтгире но это просто такая боль когда у тебя руку чуть-чуть лизнут и он тебя сразу же взрывается гаусс это какой-то редкий зверь абсолютно и конечно баф гаусов безусловно обоснован хотя бы потому что их не используют то есть их может быть после этого начнут использовать но если заметили в этом патче вообще у сферы получается очень много point damage рождается лазервомит помните мы вчера вчера обсуждали четыре ларджа ермидаки до 60 point damage 3 печи а теперь еще и например 3 печи 2 light гуся до появляются билды которые позволяют собрать там конь фафнира стреляющего на те же 50 поинта с расстояния там пятьсот семьсот метров то это страшненько конечно около тех с поинтом похуже но вот кстати на клан техе возможно гауссы будут даже больше применяться чем на свертехе потому что клан теха не бафается их протонники печи да и появляется некий аналог протонника с такой же дистанцией который в планы нормально лезет ну и да посмотрим что будет вот это вот этим вот хит пенальти от лайт гауссов потому что это ящик пандоры дак как 4 ларджа там как три печи то есть любые игры с хит пенальти они мгновенно приводят к рождению там набора билдов с лютой альфой и здесь конечно тоже очень обязательно родиться хит пенальти у лайт гусей гусей убрали чисто ради работы с и писи не для чего больше хит пенальти и не нужно ну и не золоны и у ярпичей хит пенальти понижен дату изберем три рпичи например 2 лайт гаусс это 50 поинта у ярпичи говоришь я видел помню в обычных там я понизили же стран за на величину гос хита то есть да какого-нибудь там солта да вполне можно сунуть их три и сумму чудо лайт гаусс задач давайте двинемся дальше следующими следующие группы вооружения у нас идут от сэшки авто пушки ac5 клановая сфероидная c10 клановая сфероидная и ac20 что у них изменилось ac5 нагрев понижен у сфероидных ac5 нагрев понижен с 1.4 до 1.1 а у клановых ac5 нагрев понижен с 1.4 до 1.25 то есть чуть-чуть клановые будут горячее чем сфероидные ac5 но слушайте дальше минимальный хит пенальти увеличен до до 5 от 4 то есть можно стрелять из 4 без штрафа для клановых ac5 скорость повышена было 1300 стало 1500 для клановых и у клановых ac5 вместо двух зарядов за один выстрел будет вылетать только один в точности как у обычных как у сфероидных ac5 в этом плане получается ac5 простые что у кланов что сферы более-менее становятся близкими друг другу и это интересное изменение потому что раньше выше двойки все клановые стреляли уже рассыпухой что как бы само собой подразумевает что ты будешь размазывать а теперь планы не будут из-за c5 размазывать и более того они смогут с 4 стрелять без госхита то есть это типа баф нагрева давайте продолжу еще десятки-двадцатки и мы поговорим о c10 пероидных ac10 нагрев тоже понижен было 275 стало 2 и 5 чуть чуть ниже скорость полета повышена тоже как у пятерок с 1100 до 1300 и у клановых ac10 также как и у клановых ac5 понижено количество снарядов за выстрел если ac5 клановые одним снарядом теперь стреляют ac10 клановые стреляют двумя снарядами соответственно каждый снаряд по 5 урона получается вместо 3 как раньше было то есть не будет тыг-дык будет тыдык довольно прикольно и ac20 у ac20 нагрев было 6 стала 5 то есть сильно улучшен нагрев холоднее станет и то самое важное долгожданная скорость полета у ac20 повышается было 650 метров в секунду жалки 650 станет 900 это на на 250 больше если в процентах на 40 на 35 процентов быстрее будет лететь это очень существенно так дальше ac20 клановая если раньше ac20 клановая выстрелила 4 снаряда получается каждый по 5 урона теперь будет три снаряда то есть ac5 клановый один снаряд ac10 к 2 снаряда c20 к 3 снаряда за выстрел и минимальный хит пеналти повышен до 3 то есть клановые ac20 ки могут стрелять из двух обычных двадцаток без штрафа вы прикиньте это же мечта любого кинг краба вот так он не клан двух штук стрелять без перегрева без госхита и по вообще раздолье это прям супер баф и пятерок и десяток и двадцаток немножко получается сфероидные бафнули и сильно бафнули клановые актерки десятки отки ну вообще во все времена сколько я играю существовало такое мнение что клановые ac-шки начиная с ну с пятерок пятерки десятки двадцатки их они как бы есть в игре на самом деле их нету просто забудьте их вообще что это за оружие новички спрашивали что это за оружие просто я говорю забей все этого этого нет в игре и то что сейчас за все эти года решили сделать разработчики с ними мне кажется они взяли вот вот эти вот все десятки пятерки из болота влагу за шкирку достали то что сделали с пятерками мне кажется сейчас только всего вылезет страшного уклана на пятерках насчет десятки не уверен что там можно будет придумать но вот двадцатка это что сейчас возможно ими двумя сразу же стрелять я прям уже вижу каких-нибудь дэдстрайков это клановый геройский madcat на двух двадцатках и думаю там шести медпульсах это будет вообще злая штука интересная да вся эта тема изменений потому что ац-шек клановых действительно не было немало в немалой степени потому что они ничем не отличались практически от ультра только ультра был выше дпс значительно пятерки с одним снарядом это круто это будет как пятерки сферы и это будет страшно достаточно ну потому что один из самых моих любимых мехов слепнир на четырех пятерок теперь он появится и у кланов наверняка во многих вариаций на только понимать конечно у кланов и в хэвике полезет кое-где там по четыре пятерки а то может быть и больше и это будет довольно страшненько значит как это все будет играться с балансом сферы но надо посмотреть во первых они для того чтобы скомпенсировать то что в серии меньше это ножа обычно дали все-таки баф по хиту по нагреву для ац-шек насколько это поможет сфероидным ац-шкам создать сложно я думаю что поможет мало потому что нагрев не такой радикальный во первых сам по себе и так а во вторых это было бы полезно если бы собирались смешанные билды с энергетическим вооружением баллистика энергетика собирается все-таки достаточно редко хотя может быть это вот сфере открывает опять возможность миксить всякие автокэноны и те же ppc ппc получается ну фактически смотрите протонники сфероидные летают 1400 теперь да а пятерка летает 1500 это очень хорошая синхронизация по скорости то есть можно будет собирать гибриды ац-5 их и печей то есть клановые 4 ац-5 и ппc а сейчас я говорил про сферу а кланы тоже скорее всего кланы значит ац-5 1500 а у протонников и у протонников 1500 уклана укладывать идеально синхронизована да позволь я спрошу из того что прочел ац-5 это только клановые теперь стреляют 4 без госхита ац-5 сфероидные могут без госхита стрелять четыре штуки еще раз потому что здесь сейчас только про клановые да да могут понял то есть они и клановые сфероидные пятерки сравниваются сейчас друг с другом у сферы у сферы у ац-шик вообще 5 госхита ультра ультра 4 сейчас а у клановских 3 у ац-шик и 3 ультра ну да тут заметно конечно что надо было улучшать потому что не оправданно вообще очень большая разница в принципе сейчас как бы если брать ультры да и вообще баланс баллистики то клановская баллистика на ультрах не очень ну неплохо только за счет высокого дпс то что ты можешь много дамага закатить но при этом она настолько сильно размазывает что если там сразу сравнивать то есть спросить человека шуб ты там взял например клановского там баса или циклопа я бы лично взял бы циклоп за счет того что все летит более сконцентрировано меньше вылетает снарядов все ложится точнее мне кажется что ствероидная баллистика чуть-чуть лучше клановской сейчас поэтому этот вот подбав в сторону клановской баллистики чуть-чуть он оправдан будем смотреть но то есть собирайте собирайте на склон техи пятерки печи велосице и сфере я так понимаю и кланом подняли до 20 только вот хит пенальти не изменили для сферы не знаю почему они не хотят чтобы сфера стрелял двумя двадцатками мне кажется что всем надо хит пенальти убрать две двадцатки в свое время их очень сильно боялись если кто-то помнит я отыграю там сначала закрытые беты не собирались на катапульте у них не было никакого госхита да там с ними бегали с них раздавали но времена когда 40 альфы было страшно они давно прошли то есть сейчас есть фафнир который выдает там с хэви гусей 50 на той же дистанции что двадцатки и при этом не греется вообще а двух двадцаток боятся ну то есть я считаю что бафф двадцатка правда вообще классное дело побегаем на двадцатках маленький вывод по c5 по цешкам получается что в основном 3 авто пушек улучшают клановые и это нормально потому что все остальные если улучшают немножко главное улучшить то что мало себя показывала то что мало использовалась это именно клановые c5 десятки двадцатки идем дальше дальше у нас есть ультра ac2 и ультра c20 они в целом скажу тоже бафаются но давайте посмотрим детали ультра ac2 нагрев понижается было 08 стала 07 а шанс клина понижается был шанс 15 процентов станет 14 как бы совсем немножко у сфероидных ac2 ок только если там дракон например продолжительность клина понижена значительно было 35 секунды время клина станет 2 и 5 секунды на секунду меньше то есть типа на 30 процентов меньше будет время клина довольно круто шанс джама у клановых ac2 ок тоже понижается но в целом он выше чем у сфероидных было 17 станет 16 процентов продолжительность джама клина тоже понижается и тоже значительно было 3 и 75 секунды станет 2 и 75 то есть у сфероидных 2 и 5 секунды у клановых 2 и 75 в целом значительно бафают и клановые и сфероидные ультра двойки это интересно и давай сразу ультра двадцатки затрону сфероидные ультра двадцатки нагрев понижается было 7 станет 6 нагревом скорость полета повышается было 700 метров в секунду станет 800 метров в секунду напомню что обычных ac2 так 900 метров в секунду продолжительность джама клина у сфероидных ультра двадцаток было 7 и 5 станет 6 секунд довольно значительно снижение продолжительности клина но все-таки довольно большое 6 секунд дальше у клановых ультра ac20 продолжительность клина тоже понижена было 8 секунд представляете целых 8 секунд время клина станет 6 и 5 секунд то есть приближается к ультра двадцаткам сфероидным у сфероидных сейчас будет 6 секунд плановых ультра двадцаток 6 5 секунд это довольно значительный баф ультра двадцаток и так ультра двойки ультра двадцатки бафаются нужно или не нужно как вы считаете вообще я даже слышал кто-то исследование проводил насчет ac2 и ультра c2 что по дпс у гораздо эффективнее использовать обычные двойки и ультры вообще они не котируются никак то же самое с ультрами двадцатыми их убирали из-за того что они настолько сильно долго расклиниваются что лучше поставить лб x20 например вот всякие сборки глазовые у кланов с рэмки плюс двадцатки вместо вот ультры ставят лб x почти вот везде они с ними гораздо эффективнее было бегать ну это хорошо что вот бафают возможно мы что-то какие-то изменения увидим в этом направлении блин ну они же и так они же и так крутые ультра двадцатки дракон на 3 ультра двойках он же блин генный может быть он но он один такой а почему он офигенный но то что у него 40 процент минус 40 процентов шанса клина только только квирки мне кажется поэтому он офиген мне кажется вот после того что сделать два с этими с двойками когда будут перейдут к веркам ему их под чуть подрежет кверки прощаемся с драконом так что ну пока не подрезали кверки дракону и баф на ли немножко ультры можно драконе поиграть побольше а вот мне кажется изменение хорошее потому что ну да на двойках никто не но на ультрах никто не ходит конкретно на вторых и двадцатых потому что из-за клинов у двойк просто средний дпс падает получаешь у ацехи просто выгоднее поэтому конечно баф ультров ультра за ультра со вторых это интересная штука короче в общем и целом по ультра двойкам и ультра двадцаткам самое главное изменение это сильно понижают время клина и это в целом хорошо потому что я очень много слышал жалоб на ультра двадцатки клановые что я расстрелил все в крым ушел и до бесконечности ждать и главное помер потом потому что пока расклеишь ты уже убьют в классе то есть для классового вооружения вообще климата и случайность это страшно потому что ты когда-то выходишь сражаться в плазе но там об этом говорили даже чем-то машина более ближний убой тем выше не должен быть дпс а тут ты выходишь есть такой у тебя вроде как самые дпс-ные столы должны быть да ты там должен быстро убить противника прежде чем он тебя убил ты добрался наконец до глаза тебя возможно по дороге уже потрепали ты выходишь так тапаешь один раз у тебя все заклинивают со своим сверх дпс-ным оружием классову англи чаще использовать ультра двадцатки ульта двойки теперь я думаю что с учетом бафа скорее все стану мне мне кажется те билды как на которых и сейчас стоят типа там супер нового бойлер так далее они просто станут лучше но не так много появится новых билдов просто и на которых жаловались билды улучшится я думаю что да но точно так же у кланов ведь количество носителей баллистики она тоже ограничен то есть лайнбэкер она про не запихнешь не полезет просто из медоков для клан тех это там ханчбэк может быть там конечно ногами можно в ханс у нас засунуть и шторма который может ультра нести то шторма одну да из хэвиков это медок и бон rifleman night gear то то что будет носителями таких двадцаточных билдов прежде чем мы продолжим хочу быстрый вопрос такой вам задать обоим по очереди ответьте если можете смотрите если бы вам дали выбор чтобы вы выбрали вам в одну новую карту чтоб появилась три новых меха на ваш выбор какие вы там любые которых еще нет в игре чтобы создали появились новые шоссе или три новых вида оружия а мы за энергетики политики ракет чтобы вы предпочли не знаю я вот прямо наверное разделение большинства ну как это я от народа и очень много людей наверное не видят в игре своих любимых мехов я бы конечно бы меха взял бы на свой выбор потому что вот мои любимые мехи их здесь не так много и еще бы хотелось бы добавить и так вроде как мехов уже много но на самом деле там по лору их столько было и я бы хотел бы конечно мехов но я за карты конечно больше потому что карта это вариативность чем больше карт тем лучше я в свое время очень долго мы играли по сети там в четвертый мехвар лига над battle тех было в свое время и там был открытый достаточно интерфейс можно было свои карты делать умельцам и в игру внедрять когда уже там под закат этой лиги там лет году 2009 на там это еще восьмом карт были сотни реально сой это было настолько прикольно к огромная вариативность были города там были там лун луны там были леса какие-то космодромы все что угодно да 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 это в мв4 был спасибо за ответы двигаемся дальше следующий на очереди лбхи пушки lbx lbx 2 lbx 5 lbx 20 lbx ac2 разброс понижен у обоих и клановых сфероидных двоек было разброс 0 325 стала 0 25 в целом получается довольно значительно на треть размер слота понижен то есть был бы отца 2 пушка занимала 4 слота станет занимать три слота потом будет меньше занимать значит можно больше засунуть кейсов халявных теперь или там бэкран или хитинков главное что во многих билдах можно будет засунуть больше либо то есть когда они были по 4 ты в одну локацию максимум мог сунуть три штуки до засунуть а тогда ты в полутор сообщений и клал больше часто сможешь спокойно засунуть три еще у тебя останется место либо под четвертую либо под двигло лбм 5 разброс понижен было 0 62 станет 0 4 и это довольно значительно то есть типа на на треть получается тоже понизят на 30 процентов будет кучнее стрелять и это единственное что изменили лбм 5 лбц 20 нагрев понижен было 5 нагрев станет 4 на типа на 20 процентов получается значительно и уток у сфероидных у клановых нагрев понижен и еще значительнее понижен нагрев было 6 нагрев станет 4 то есть у сфероидных лб-20 так что у клановых лб-20 так нагрев будет 4 итак давайте поговорим насчет лбх мне нравится что двойки разброс уменьшается потому что вроде как они критуют хорошо и я даже видел сборки сочетания от сэшек во вторых с лбх сами вместе на приметом на рифлменов клановых ну блин я пробовал сам настолько они сильно разбрасываются то невозможно блин стрелять как-то адекватно я слышал такую вещь что говорили типа из лб-2 не рекомендуется стрелять потому что там на километр прельнишь из лб-2 и во врага прилетит там одна дробинка в правую руку другая дробинка в левую ногу там да 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 но видимо жаловались на разбросы лб-2 так что вполне оправдан повышение кучности значит слот размер слота у лб-2 изменился 4 на 3 станет это каким-то значительным изменением ну но это очень круто будут собираться лодки во первых то сейчас покрутил на краба можно будет 6 лб-2 засунуть да уже теперь они 4 как раньше на кинкараба а ведь действительно за счет крислотов очень много новых сборок появится но на мехах на которых раньше ничего не собирался много любит вторых запихивали видны в аннигилятора с много лб-x это что клановским тоже уменьшили габарит это интересно потому что в клан тех опять же за счет большего то нажать тоже ли я смотрю на все эти изменения смотрю на все эти изменения и кажется будто за этих бафов те мехи которые хорошо игрались теперь станут вообще ультра нагибучими по этот хорошо был теперь вообще стоит нагибать там это ты вообще теперь будет карать всех разрывать и так далее и так прям хочется всех попробовать ары нагибучие сборки теперь они как будто еще будет это здорово видишь но мы ни разу не упомянули что нагибучим или там более нагибучим станет например трехпечевый вопор на который сейчас как-то нагибать а он ничем не поменяется просто появится куча других галдов кстати ведь невозможно чтобы все мехи были нагибучие какие-то станут более нагибучие чем другие вот интересно будет посмотреть какие станут ну да ну а дальше квирк пасом надо будет подравнивать тех аутсайдеров до к нормальным уже машинам ну что касается пятых лбх да спрайт здорово может быть им поможет потому что ну как-то у пятых лбх вообще нет ниши если у десятых есть ниша к лозе то пятерки как-то не очень себя оправдывает не очень понятно их сфера применения их нельзя запихнуть много как двоек да а в малых количествах они мало полезно я повторю для зрителей лб пятерки разброс у них сильно меньше станет поэтому я не уверен что с пятерками начнет собираться что-то прям новое не не похоже чтобы это было для них достаточно баф надо будет попробовать посмотреть а 20 до 20 это клево что хит снизили они будут чаще встречаться как лозовое оружие а ты вообще помнишь оба не страдали от нагрева лб двадцаток мне вот очень нравится скорчь скорчь две двадцатки четыре шестерки иногда думаешь шестерками садануть или двадцатками нет двадцатки все-таки поменьше греется да ну к двадцатками когда уже там играешь на перегреве это правильно то что бафается ну они бафаются по хиту это значит они бафаются по дпс а потому что дпс в клазе должен быть выше чем на рейнджа если пушка не дает тебе как бы и ощутимого перевеса в дпс на ближней дистанции то смысла нету тех ближнюю дистанцию лезть очень приятно смотреть на все эти изменения потому что они прямо читаешь и понимаешь что блин с умом подошли ведь действительно постоянно тебе на уши садились коллеги там друзья что вот это там горячие там или почему это горячь почему это там клинит так долго и так далее тут взяли ребята все сразу и сразу минусы а фиксили но фиксят это блин никогда такого по моему в него не было чтобы ну это в первый раз наверное в первый раз и сообщество собрала кучу правок и рыбы все кучи правок без своих там это мы возьмем это не возьмем все сразу принимают первый раз вообще рыбы принимают что-то что комменти посоветовал обычно там ребята проголосуем но мы об этом вчера говорили да все проголосовали пираньи сделали под наоборот следующее вооружение ротарки роторе ac2 что с ними сделали тряска как пита понижена до 0.03 было 0.04 несмотря на то что эти цифры не понимаю я понимаю что здесь понизили тряску на 25 процентов 25 процентов это значительно возможно что и значительно понизилась тряска может мне кто-нибудь расшифровать это когда по тебе попадают да по сути нерв немножко роторах вторых то что они сейчас самый применимый из роторов то есть это будет снижение тряски у цели и роторе ac5 не сделали следующее ну и сразу хочу сказать что ротари ac5 сильно улучшили от народ риа c2 практически не трогали и так ротари ac5 нагрев понижен было 4 нагрева за секунду стала 3.25 скорость полета от арок пятых повышена было 1025 станет 1300 на треть 30 процентов круто разброс понижен а было 0.23 станет 0.19 а шанс джем рэмпоп тайм пист в общем когда вы начинаете стрелять из-за ротарок то полоска заполняется когда она заполнится начинает рандомно пробрасываться шанс клина так вот скорость заполнения от этой полоски до начала так сказать проброса шансов клина повышается то есть полоска будет дольше заполняться понял было 6 станет 8 не знаю чего условных единиц короче секунд то есть 8 секунд вы можете свободно без какого-либо намека даже на клин стрелять 8 секунд из-за ротарок пятых ну и соответственно как и у ротарок вторых тряска когда вы из ротарок попадаете по врагу у врага кабином трясется меньше и она меньше трясется также как и у вторых то есть 0.04 было станет 0.03 то есть врага чуть поменьше будет кабина трестись паф от арок пятых целом я думаю тут все мы понимаем даже зрители что сейчас ротари ac2 гораздо лучше и эффективнее использовать чем ротари ac5 и поэтому ротарки 5 сейчас больше внимания получили ребятам ну да здесь 5 ротарки вообще как-то отошли на задний план практически не использую чаще всего вот всякие билды на трех двойках ротарных и прочее но у них очень был такой как сказать такой вот их фишка то что кабина трясется но если ты зазевался и попал под этот лютый дпс и что-то там вниз не можешь понять куда тебе двигаться они тебе не только фитресли ты еще и пробивали очень сильно даже то что они там размазывают такой наш двойной плюс то что сейчас будет поменьше трястись я считаю что но это лучше для тех по кому попали кто попал под раздачу двоек я лично что 2 ротарки что 5 особо не воспринимаю как оружие на мой взгляд она как комариные укусы ну стильные но все-таки комариные укусы ты типа легко можешь от них от доджить в укрытие они сильно по тебе размажут в этом плане очень здорово что ротарки 5 усиляют но повелосьте пятерки получаются ближе к печам даты пищи 1400 мы помним сейчас их 300 вот поэтому синхронизация здесь важно потому что у тебя повреждения одинаково тебе не придется дергать прицелом вообще роторки это ну хорошо скиллозависимое оружие если у тебя хороший скилл трекинга так называемый то есть сопровождение цели да то есть ты можешь вести сопровождать цель там с правильным упреждением так чтобы заливать все снаряды в цель взяли еще этом в локацию цели да то это оружие страшно у них очень высокий дпс сравнимо со многими другими полами тот дпс который можно влить с роторок он огромный вопрос этот дпс уложить в локацию меха это вопрос это вопрос скилла одно я могу сказать вчера например с ребятами бегали на буша я бегал с тремя роторками x1 собираются очень прикольный билд на бушокер с тремя вторыми роторками там на альп 1100 домашки наколотил на нем ну и вот этот вот нерв немножко тряски как пита призван все-таки избавить игроков века вот все-таки от того чтобы их там этими двойками фармили или подавляли полностью меха скажи вот ты допустим в бою и ты видишь что у противника там не знаю на турмалине допустим на ланге там на 800 метров а по тебе ротарками стреляют пускай тремя двойками а как ты поступишь ты будешь на него внимание обращать или ты будешь бить другие цели и просто уйдешь от него как ты его воспринимаешь как противника ну как правило я вижу насколько он эффективный ими стреляет если он не стреляет как в белый свет как в копеечку и мажет во все стороны то он не страшен абсолютно если говорю ротор скиллозависимый если человек с них хорошо попадает он наносит много дпс и это страшно окей следующее оружие это последний баллистический тип оружия пулеметы light машин ганы машин ганы простые и хэви машин ганы и так что изменилось light машин ганы сначала сфероидные разброс легких пулеметов снизился разброс был 05 станет разброс 03 это практически в два раза разброс понизился я так понял разброс это когда ты просто в точку стреляешь и пульки влево вправо там разбрасываться автоматически станет этого меньше если кто не знал кстати сразу скажу что пулеметы все любые попадают туда куда ты прицелом целишься словно ты стреляешь лазером и визуально выглядит будто пули летят на самом деле все летит в одну точку поэтому прицелом ведете туда пулеметы попадает я продолжу у сфероидных пулеметов сильно повысили количество боекомплекта было 2500 станет 3600 это больше чем на 1000 повышают у light машин ганов дальше у клановых легких пулеметов разброс тоже понижен был большой разброс кстати 0.7 станет 0.4 так же как и пироидные в два раза разброс практически понижается и и боекомплект на тонну тоже повышен было 2500 станет 3200 если у сфероидных 3600 пановых 3200 но в целом сравнимо далее машин ганы простые что любопытно здесь только сфероидные изменяют у простых пулеметов сфероидных повысили бы к только и всего было 2000 на тонну станет 2300 довольно неплохо у меня часто бывает ситуации когда пулеметы заканчиваются далее хэви машин ганы у них и здесь изменения отличаются от предыдущих пулеметных от других пулеметов у хэви машин ганов range повысили у сфероидных френч был сотня станет 130 метров боекомплект у сфероидных повышен было 1250 станет 1800 практически на 50 процентов больше значительно боекомплект на тонну у клановых тоже повышается конечно было 1250 как у сфероидных станет 1600 1 1800 планов 1600 целом это все изменения то есть разбросы меньше стало и боекомплект стало побольше как вы считаете ну тут я думаю даже спрашивать не стоит и так понятно что наверняка и у вас тоже боекомплект зачастую заканчивался у тех же пираний у мисс линксов у кого хотите бы комплект если ты нормально играешь он тебе обязательно заканчивается он нелогично мне кажется увеличить его значительно окуду ну там быкс быка вообще были проблемы вот я когда на пиране играешь пулеметной боишься сталкиваться с вражескими лайтами потому что да ты скорее всего победишь вражеского это будь я быка не останется на остальную часть боя вообще там кому-то в спиду забежать прогрызть там асолту какому-нибудь в начале боя старался с лайтами с вражескими в конфронтации не вступать ну и в целом баф и пулемета вот такие только носитель нужен хорошие больше вернее носителей чтобы это вот прям так хорошо было для этих мир ну только в пиранья мист линкс у кланов у сферы особо таких пулеметных залючих машин то особо и нету отвечу у меня даже до смешного доходило я экономил боекомплект пулеметный ни с каким другим оружием я не экономлю быка а вот только пулемет и вообще всех пушек в мво только пулемет я пытаюсь экономить боекомплект потому что я знаю что блин сжираются быка только так и если начну нормально играть мне его не хватит ну да я согласен видите они как бы в очень правильном направлении бафают как мне кажется пулеметики в плане емкости патронов на тот ну вот можно будет бодрее зажимать веселее бегать на пулеметных машинах сами пулеметы трогать я считаю не стоит они правильно трогают они хорошие точки находятся достаточно они дамага наносят то что у хэйв машин ганов подняли чуть-чуть рэндж ну может быть они будут чаще использоваться хотя это большой вопрос потому что непонятно какой носитель под них нужен преимущество хэйв машин ганов ведь что они быстрее разбирают броню до отличие от обычных ну и мне очень нравится всех этих изменений вот самое главное что мне вообще во всем этом нравится это баф спреда разброса то есть и разброса на лайт машин ган то что и мешало быть дальнобойными машин ганами бафается и джентльмены движемся дальше итак мы закончили с баллистикой теперь переходим к последнему разделу ракеты или ракетное вооружение мы будем обсуждать сразу пачку целый класс оружий допустим все тремки все срм ки так будет и быстрее и в целом это связано с тем что им одинаковую логику изменений в целом далее давайте начнем с атм-ок атм-3 атм-6 атм-9 атм-12 атм-3 что изменилось здоровье ракет повысилось ну или крепкость ракет было 1.6 стала 1.8 это значит что аэмэски ракеты сбивают дольше long range дамаг дальнобойный дамаг у атм-ок повышен был 1.2 стала 1.6 на ракету то есть 16 урона имеется ввиду типа начиная там допустим с 500 метров до там максимума до 1100 ракеты атм-ки будут наносить 1.6 урона за ракету а на короткой дистанции урон будет носиться пониже раньше был 3 то есть каждая ракета наносила три урона теперь станет два с половиной а с половиной урона минимум hit penalty level increase ну это госхит из шести можно будет стрелять без госхита а раньше можно было из четырех атм-ок-третьих понял далее в гетт м ки я полагаю у них похожие изменения атм-6 здоровье было 14 стала 16 дальнобольный урон было 1.2 стала 16 то же самое что и троек так смотрю сразу девяток у 12 у них тоже самое дальнобойный урон было 12 станет 16 далее урон на короткой дистанции у всех тоже станет два с половиной вместо трех интересно получается то есть если раньше мы на короткой наносили 3 она дальней по сути наносили один то теперь немножко размазывается и на дальней дистанции там от переста и дальше всех атм-ок ты будешь наносить чуть посильнее урона 16 а на ближней дистанции наоборот видимо это из-за того что она на или что типа на глазовой дистанции слишком нагибучие атм-ки и сносят на 1 смехов поэтому вместо трех уронов за ракету будете наносить по и 5 получается вот то что я сказал про урон это касается всех атм-ок и только для третьих атм-ок повысили предел госхита такие изменения мне очень нравится что у них хп повысили на ракету потому что вообще невозможно против корсаров тех же там если хотя бы один корсар в пачке который всех закрывает там из из пачки твоих атм-ок дам девятки из трех девяток там 3-4 ракетки дай бог долетала но оставлять конечно три урона вблизи это не надо было да на ее их как бы понизили этот урон тоже правильно сделали потому что в основном атм-ки только на этой дистанции использовали сколько там от 140 до 200 метров когда вот они или на и наносили этот урон а даже на среднюю дистанцию редко когда кто-то стреляет тем более они вообще не говорю про лонговые какие-то дистанции с этих сатем-ок вообще никто не стрелял вот то что вот такое изменение мне вот оно очень нравится и я думаю мехов больше будет особенно после того как этих корсаров расплодилась сейчас их в рандоме просто какое-то неимоверное количество смотреть точные цифры я скажу по раз мы говорим про темки то 0 урона от 0 до 120 метров 2 и 5 урона за ракету от 120 метров до 270 и 16 урона за ракету начинается от 550 метров от 550 до 1100 цифры неплохие на большой дистанции атм становится почти как лрм то есть 12 тем 20 лрм примерно будет наносить это дает им хоть какую-то возможность играть какую-то роль на ланге до до чего у них раньше не было никто же как вы правильно заметили не стрелял с них к дистанции почему ну потому что не было смысла дамаг настолько ну маленький да еще и под воздействием амс их долетает очень мало ракет ведь амске на атм ки влияют гораздо сильнее чем на лрм просто потому что у лрм больше ракет там если из лрм ки из пачки сбивается 6 ракет из 20 до это одно уменьшение дамага из 12 атм ки если 6 ракет то это совсем другое вот что они пытаются сделать они об этом конкретно пишут в самих пачноутах они пытаются сделать темки более надежными в плане дпс а при условии воздействия мс когда но при этом менее вкладывающими в альфу как они приводят сами пример если раньше 3tm 12 наносила 108 дамага в альфе до в упоре если не было мс и 24 дамага всего долетало если был корсар в зоне из 108 до то есть одна четвертая часть считаете даже меньше чем четверть то после патча 3 двенашки будут наносить 90 дамага на то есть на 20 меньше чем было но если есть амс на мех рядом они будут наносить 40 дамага не 24 как раньше в среднем они будут более стабильно это хорошо поскольку что мне всегда не нравилось в реализации в мво ракет вообще всех они все реализованы по принципу камень нужницы бумага да ты можешь набрать ракетного вооружения противник наберет амс и ты проиграл или ты можешь набрать ракетного вооружения у противника не будет амс и ты просто взял и выиграл просто закидав их смотри сумасшедшим дпс чем ненадежнее у тебя действует оружие до тем с меньшим шансом ты уберешь потому что ты просто рискуешь напороться на жесткую контру и не сделать ничего точно так же как сегодня там днм как можешь выйти там будет один корсара ты не сделаешь ничего на стоит отметить что лрм в этом патче вообще никак не изменяют а вот эти атм ну получается они менее злые станут дамаг в передней переместился на лонг окей дальше у нас с рамки а с рам 2 см 4 без рам 6 что с ними сделали srm 2 здоровье повысили было 1 стала 14 то есть также какие-то руки они станут крепче srm 4 здоровье повышено от 0 8 до 1 и 2 разброс понижен srm 4 для сфероидных это до 3.75 штраф за нагрев так сейчас русскими словами по-русски это короче теперь можно будет стрелять из пяти srm 4 без гос хита и это для только для сфероидных плановые все еще 4 и для клановых также разброс понижен было 45 стало 425 то есть разброс понижают разлет то есть понижают для клановых для сфероидных но сфероидным srm 4 дают таскать больше любви потому что глядь можно будет из пяти спокойно и srm 6 srm 6 сделали следующее но в целом похожие вещи сфероидные srm 6 и клановые здоровье повышается от 0 6 до единицы то есть крепче станут сфероидные срм 6 разброс понижен было 45 разлет станет 425 и намного клановые srm 6 разброс понижен было 5 станет 45 то есть у срымок 6 сфероидных 425 разброс у клановых срм 6 45 но в целом похоже получается тоже баф всех срм ок а сфероидные срм бафаются чуть получше ну точнее чуть получше бафаются только 4 срм как вы думаете ребята срм 4 5 штук можно теперь ставить без гос хита на ком это может заиграть и вообще почему именно было выбрано не старым 6 и не старым вторые четвертые я думаю это для того чтобы сделать линейку все-таки снижение да то есть чем у тебя менее больше ствол тем как бы меньше их по гос хитом запихивать но на кого их можно запихнуть 5 да надо смотреть в район 40 тонников там куда-то туда вот 45 тонников где то есть по моему какой-то чудной мех этот это нато с геройский в руке 5 ракетных слотов что-то такое давайте давайте смотреть что посмотрим во что можно запихнуть 5 штук но как минимум и можно запихнуть кентара то однозначно надживили не 6 ракетных слотов холл спауна вряд ли они на холл спауна и души там хватает места или дервиш конечно три буши то нету столько вам слотов я решила есть три буши то там есть по 3 400 направляющих дэрвиш точно дэрвиш это такая она и сейчас отличная лодочка для срм можно я виде вопроса чтобы мне понять него я могу например взять 4 срм 6 и 5 срм 4 или альфовать ими без гос хита правильно нет они они работают вместе да то есть срм 6 они и срм 4 завязан понял если у тебя 4 срм 6 стоит тебя гос хита не будет если поставишь 4 срм 6 1 срм 4 у тебя будет без хит потому что шестерки с ней линкаются и для шестерок это становится пятым столом причем гос хит будешь считаться по шестерке по наибольшему стволу насколько я знаю то есть по сути получается вот это касается только срм 4 без примеси 2 из примесей шестерок то есть пять четверок ты сможешь поставить и 5 стрелять без гос хита ну что ребят вам карты в руки когда выйдет патч попробуйте на каком нисфероидном мехе собрать 5 срм 4 или может быть 10 срм 4 кентара дэрвиш это для них изменения однозначно я вижу здесь применимость только если у тебя 5 ракетных слотов или если у тебя 10 ракетных 6 4 поставил и пошел стрелять это в дыры еще не геройском и 6 слотиков то есть 6 у тебя будет давать гос хит ну и ну да ставим а я жда как то есть вот так вот можно попробовать в бушвакер остается 6 штук стать аметь да столько слотов до в один там 6 слотов запамятовал ну здорово здорово бушвакер дэрвиш кентара то вот для них подчеркнул зрителям что из пяти стрим четверок можно будет стрелять только внутренней сфере клана до сих пор или срм 4 идти уже гус хит в общем в целом подводя итог по с рамкам скажу что в целом всем с рамкам как и в целом наверно всем ракетам подняли крепкость крепость чтобы они амс коми не так легко сбивались а конкретно срм 4 сфероидным далее возможность стрелять из пяти с рамок и я это вижу так что их сделали холоднее возможность больше поставить стрим 4 и стрелять из большего числа альфовать из большего числа стрим 4 движемся дальше а дальше у нас стреки стреки вторым 4 6 сначала прочту про стреки вторые кланов ними сделали следующее урон а блин я я раньше это не читал видимо не доходил в почту вот это далеко обалдеть урон все мы знаем испокон веков когда еще в подгузниках ходили что все с рамки наносят два урона одна ракетка летит два урона наносит а теперь будет по-другому дамаг понижен было два урона за ракету станет полтора урона за ракету нагрев при этом стал меньше за ракету было 16 нагрева станет 13 нагрева кулдаун понижен было три секунды кулдаун станет две секунды чаще стрелять можно будет и количество боекомплекта на тонну возросло было 120 станет 140 интересно то есть они станут слаб же полтора урона за ракету они станут при этом холоднее 13 за ракету они станут чаще стрелять каждые две секунды и у них пока станет больше стреки четвертые сфероидные улдаун повышен то есть стрелять они будут реже было три секунды перезарядка станет три с половиной секунды интересно то есть нерв реков четвертых сфероидных а стреки четвертые клановые что с ними сделали опять серии изменений урон понижен было два станет полтора нагрев понижен было три за ракету станет 2 и 4 то есть холоднее это хорошо перезарядка время перезарядки будет гораздо ниже было раньше четыре с половиной секунды станет три секунды перезарядка очень здорово как сейчас стреки вторые перезаряжаются три секунды так будет перезаряжаться в будущем стреки четвертые и количество боекомплекта выросла 120 было 140 стала хорошо реки шестые хероидные улдаун повышен было перезарядка 3 и 75 секунды станет 425 на это стоит обсудить то есть они перезаряжаются теперь дольше реки клановые шестые урон ну опять-таки было 2 стала полтора то есть они станут слабше интересно получается такое различие обычные сфероидные стреки будут 2 бить за ракету плановые станут слабже полтора урона за ракету нагрев понижен 375 было 31 станет зато типа холоднее клановые пулдаун было невозможных 6 секунд пулдаун перезарядка у стреков шестых клановых станет 4 секунды как сейчас у реков четвертых ну и конечно бк тоже повышают было 120 станет 140 ну да это же одна и та же ветка путь вот такие изменения получается что сфероидные стреки их нерфят им повышают кулдаун ими реже теперь вы будете стрелять ребята при том помните что реки сфероидные они дляют не так уж и далеко у них раньше вообще-то не очень большой если я правильно помню там типа 270 метров какую сарым ок а стреки клановые станут полтора урона вносить зато все остальное станет лучшей как вы ребята оцениваете между если сравнивать роидные стреки клановые стреки зачем сфероидные нерфить по кулдауна и так их вообще практически не использовали очевидно что здесь какая-то идея такая типа чтобы сделать больше различий между сфероидными и клановыми стреками кланов вообще проблема была что такой конский кулдаун невозможно было стрелять и ими вот но и компенсировалась рейджом сейчас вот они прям мне кажется то что там незначительно понизили дамаг там для лайтов и так хватит медаков а то что кулдаун сейчас настолько значительно улучшился это прям очень хороший баф я считаю смотрите они же сами пишут да в чем идеи они хотят перевести стреки и за из разряда альфующего оружия до когда ты много стреков набрал скопил вылетел из-за угла шотнул лайта до в одну альфу в разряд оружие дпс на котором можно сражаться в клозе навестись этими стреками и прикладывать их периодически они быстрее перезаряжаются все теперь чтобы их дпс при этом драматически не вырос и не стал там слишком большим они понерфили дамаг ракет ну то есть теперь это оружие больше не один раз навестись и шотнуть лайта да а захватить этого лайта влог и начать по нему прикладывать с реками но в среднем преддамага вносится не меньше чем было в принципе значение дпс вот я сейчас смотрю по чинж логу значение дпс даже выросли для клановских выросли на 12 процентов для сфероидных сфероидным дпс чуть подрезали для того чтобы они сравнили ну поближе были по дпс клановский но при этом обратите внимание да если по табличке вы посмотрите по значениям дпс если для клановского стрека дпс для одного шестого например 225 да то для сфероидного 282 то есть сфероидные все равно после патча имеют дпс больше вот почему вопрос был почему сфероидные понерфили потому что в новых реалиях они все равно крепче по дпс у на ну больше чем на 20 процентов дпс у сфероидных стреков все еще больше почему раньше казалось что дамага у клан теха гораздо больше потому что альфа была выше то есть вот общий дамаг веса залпа с ракет с клановских был выше и они применялись так взять в лог один раз лайда и выдать ему дам клановскими стреками один раз альфу такой чтобы от него только тапки остались а второй раз ты уже не успеешь выдать потому что если он живой остался он убежит все равно сейчас будет не так сейчас куда он будет меньше будешь сможешь выдать по нему больше альф то есть оружие превращается больше в оружие длительного боя в клазе нежели в оружие одной альфы принципе такие изменения не нравятся не должны понравиться особенно лай там да не перестанут ваншотся от всяких сумасшедших стреколодок кланов которых кучу шестерок напихано сейчас такого не будет но в среднем если он будет с этой стреколодкой кружиться он получает быстрее я бы не сказал что это нерв это скорее изменение опять вот их роли и применения да и в купе с изменениями вот смол пульсов и так далее это позволит лайтам больше выходить на дистанции глазовой зарубы да и не подыхать там мгновенно и так мехов не так уж и много наверное кто катает на себе стреки сфероидные и раньше у них такой маленький не станет ли эти стреки они так не очень были и сейчас вообще не станут использовать вообще но надо понимать что и клановские стали не такими да то есть вот в той концепции которая стреков которая была до сих пор да когда старики стреляли редко преимущество кланов их было очень большое потому что можно было больше напихать концепции когда стреки стреляют часто но по но меньшими но меньшим количеством дамага уже более важным становится дпс а дпс у сфероидных стреков как раз больше хочу народу сообщить ну для себя только что осознал то стреки сфероидные 6 у них перезарядка 425 секунды ну словно 4 секунды у клановых стреков шестых у них перезарядка 4 секунды то есть практически одно и то же при этом сфероидные стреки будут наносить больше урона потому что у них 2 2 урона за ракету но на дистанции ближней и по 270 ближе да да то есть заметьте что кланом рубанули дамаг на альфовать меньше будут клановые стреки значит дала и теперь меньше будет альфы получать от клановых стреков и если и получит во второй залп он типа сможет уже убежать и значит будет более целый чем чем раньше когда он альфу там 72 получал теперь будет меньше да но зато в среднем в средней зарубе когда лайт и кружится вокруг цели уже происходит замес да если лайт наглый такой это он на дпс у стреков наоборот становится да они стреляют чаще он будет получать чаще он будет быстрее умирать в принципе даже чем раньше мисси но кажется что клановые стреки теперь сильнее станут ведь дпс повышается так интересно будет он хансмана взять и по кулдауну практически ты прыгнул стрельнул упал пару шагов сделал снова прыгнул стрельнул стреками мне тоже нравится изменение вот такой роли потому что во первых легче для лайтов будет заходить вот в этот клинч и это все очень хорошо ложится на баф смол пульсов там и так далее да во вторых стрековые машины станут работать не только в варианте лодок прикольно ничего движемся дальше поехали а дальше у нас мрм ракеты средней дальности м м 10 20 30 40 так я вижу что им примерно одно и то же с ними сотворили десятки и что это я тут вижу что это да да хочешь давай я раз задержка да я тоже не совсем понял чуть такое скорость это когда они быстрее выстреливаться что ли вся пачка будет или а стоп я понял стоп давай я скажу это короче они станут более плотными когда ты стреляешь из мрм ки момент когда ты кликнул начинают ракеты вылетать и они типа вылетают там в течение условно допустим секунды а теперь они будут вылетать быстрее более плотной пачкой не за секунду там за полсекунды так я понимаю правильно правильно значит смотрите есть картинка хорошие поясняющие все это дело если раньше десятка вылетала за то же время что и сороковка и в итоге получалось что ракеты летят очень редко то сейчас в новом патче десятка будет вылетать в четыре раза быстрее чем сороковка и плотность ракет на единицу времени она будет такая же как у сороков то что они летели более редко раньше она создавала очень большие минусы для мрм от маленьких размеров потому что ракета летят редких во первых лучше сбивают любые маски во вторых они летят редко и очень сильно размазываются по рассыпуха такая соответственно и не было особого смысла там их использовать это изменение очень правильно но как бы изначально я не знаю почему они не поняли что они вот вот и механики немножко косячили как по мне а когда по-русски перевести это типа продольная плотность что ли ну это изменение времени залп пакета не давая за чту учетом того что я понял что это означает мрм 10 изменение времени залпа с 0 . ну короче короче будет данные эти читать 0 . 0 5 5 6 не зачит это бесполезно в четыре раза просто меньше становится для десятки в два раза до двадцатки вот и в 0 75 для 30 разлет понизился было 4 3 стала 4 1 то есть не только в продольном плане они стали плотнее но и по всем остальным так сказать направлениям они стали плотнее друг другу это довольно здорово мрм ки должны бафнуться и конечно здоровье ракет повышается у мрм 10 было 0 6 станет 0 7 у мрм 20 было 0 5 станет 0 6 мрм 30 0 4 станет 0 5 м 40 было 0 3 станет 0 4 то есть так вот линейно понижается их здоровье но в целом она выше чем сейчас и это здорово про плотность ты сказал что десятки в четыре раза будет плотнее чем 40 40 вы и так вы получается остаются такими же как сейчас по по плотности продольный ул да он а я про куда он не сказал окей мы сказали про плотность продольную почему-то мне хочется таких называть а кулдаун мрм ок а сохранился такой какой есть кроме мрм 40 у мрм 40 кулдаун пониже станет немножко было 475 стало 4 5 кулдаун перезарядка ну собственно все изменения то есть в целом станет гораздо плотнее представьте будто мрм ки стали там допустим условно в четыре раза два раза эффективнее это же гигантское улучшение это круто нет они на самом деле не станут гораздо эффективнее сороковые останутся такими же а вот остальные чуть чуть уплотняться просто мрм ки станут более применимы на медаках и лайтах не знаю это конечно маловероятно но надо будет смотреть они станут более применимы в формате и мрм их 30 и 40 в формате нескольких десяток двадцатых окей десятки мрм ки двадцатки сильно улучшают 30 мрм и 40 вы улучшают немного и строковые становятся чуть лучше тридцатых интересно как зары играет мародер на этот сто тонны на кучу кучу десяток интересно у него будет очень быстро и вылетел этих десяток очень очень прикольно то есть это будет такое осыпатель домашкой идем дальше и мы дошли до конца ракетного ну и в целом практически до самого конца ракетного класса нарки и родные клановые что сделали с нарками что с ними вообще можно сделать что 7 вообще нужно делать ли duration понижен до 22 секунд то есть если раньше это сфероидные если раньше вы прилепили к врагу у него 30 секунд висит этот нарк теперь будет меньше 22 секунды значительно типа почти на треть зато range то есть дальность полета повышена раньше 450 оптимал и максимум теперь 600 метров уже ближе к клановым дистанциям и это кстати значительное улучшение и стало значительное изменение надки будет дальше лететь у сферы и последнее количество бк нарков за тонну повышена было 13 стала 16 и сразу же нарки клановые и здесь всего лишь сделали следующее duration понижен такой же низкий стал как у сферы было 30 секунд стало 22 секунды все остальное осталось как было любопытно range нарком клановым никак не изменили зато у сферодных нарков раньше теперь станет 600 метров в общем довольно сильно изменение изменили нарки вы ребят думаете ну тут явно конечно нанели надо ли нарки вообще так изменять было самом деле но нарками активно все равно не пользуется никто за то чтобы применять это оружие эффективно надо играть в группе да то есть это что-то больше про кого я чем даже про крик про обычный применение лурмов грамотной группы это страшно то есть это просто можно разносить все на свете там имеет 45 лурмовоза к одного хорошего нарки как это повлияет на плей я думаю что никак потому что в пике нарком почти не видим как повлияет на кого я думаю тоже практически никак потому что мало кто из координированных групп катают лрм из-за того что сейчас есть жесткая контра виде мс я понял твою позицию волкодав как икс карибер скажи у тебя есть какие-нибудь мехи которые наркуют на когда есть у меня вот есть такой немножко сумасшедший билд это на мадога 5 10 лрм без артемиса но у него есть и нарк и так он сам себе режиссер такой бегает 80 километров сейчас принципе может заходить сбоку а в основном ворон есть с нарком тагом больше такие саппорты это надо в группе играть ну и потом при его скорости полета ставить его на тяжелые машины какие-то которые там навешаны лурмами часто бесполезно окей заканчивая про нарки коротко подведу итог что плановые нарки ничего хорошего не получили кроме плохого они стали жить 22 секунды каждый нарк это сфероидный нарк получил буст дальности и bk повысилась то есть стал получше в целом переходим к последнему пункту это не оружейные изменения касающиеся работы мс масков кейсов и артиллерии давайте не задерживаем а мс значит у нас мске есть плановые сфероидные и есть лазерные мс клановые сфероидные что с ними сделали калдроны у обычных мс и клановых я так понял и сфероидных удалили подрыв боекомплекта и повысили количество зарядов мс было 2200 станет 3000 на каждую тонну то есть в целом а мске в этом плане станут лучше это улучшение мс лазерные мс что с ними сделали и если помните лазерные мс не так уж и часто пользуются из-за своего нагрева и как раз нагрев понижен от 2,85 нагрева в секунду до 1 нагрева в секунду это на 300 процентов или в три раза короче сократили нагрев то есть это прям из всех изменений наверно процентом соотношения вот это изменение самое мощное лазерные мс получают теперь так сказать второе дыхание получается баф и обычных мс и лазерных мс обсуждаем значит в мс как что это все укладывается в ту же канву того что они сделали с тем возможно будет делаться с лрмом не знаю будет не будет но пока не запланировано концепции того что ракеты должны быть более стабильными стабильнее наносить дамаг более живучими значит и мске должны быть более доступны собственно них и делают более доступны плюс у тебя еще и быковый боекомплект у нее увеличился на тонну быков полтора практически раза больше это подумал еще о том что когда я ставлю одно мс на меха ну типа больше не поставить я часто на него ставлю половины полтонны боекомплекта и теперь как раз этой полтонны вполне может хватить потому что будет полторы тысячи боекомплекта вместо 1100 мне и так 1100 бывало хватало 1500 мне теперь точно хватит и теперь когда если я буду ставить одну мску на меха это конечно не так уж и эффективно само по себе надо рядом стояли еще люди мсками мне полтонны быка вполне хватит да смотри то есть стреляет она с той же скоростью но надо понимать что она при этом будет сбивать меньше ракет чем сбивала раньше потому что жизнь хп ракет увеличилась тебе будет хватать на эту мску полтонны но в принципе ракета на вызвать меньше ну и соответственно с лазерной то же самое они просто убрали ее самую главную беду ну значение было просто не знаю с потолка это в 285 слишком много нагрева для нее да я помню этот кит фокс стоит лурмян перегревать все в садам все уходит в ринге внутри оттенки стали крепче мы это увидели стали крепче там и стримки дурны здоровье у них не изменилось потому что их вообще не трогали когда получается правильно что оттенки стали сильнее против мс нормы из-за того что мс стала получше ну или там немножко в чем-то получше но она стала подешевле то есть в принципе может оказаться что больше масок будет на поле боя да только за счет того что можно будет лучше или там больше ставить лазерные те же мске только из-за этого лурмы там могут стать похуже да но это как бы не прямой не прямой нерв в этом патче хитрый нерв окей давайте дальше у нас есть маск усиление миомеров маска если вы знаете существует mk1 то есть модель 1 модель 2 марк 3 марк 4 марк 5 хочу просто сразу могу суммировать чего не сделали дело слышно маска маскам к 1 это маска который на лайтах стоит но чем больше этот вот этот марк так называемый да тем выше то наш меха на котором он установлен то есть для меха в больших нужен больше маска скорость заполнения в два раза в два раза меньше стал то есть два раза дольше будет заполнил раза дольше он будет даром фактически работать еще и поднят немножко величина критическая на 10 процентов вверх redline threshold повышен до 85 redline это та линия в которой ты при которой начинается до начинает дамаг проходить по структуре понял то есть вся вот эта шкала условно в процентах и раньше когда до 7 доходило то начинается красная шкала да ты ты начинал получать дамаг структуру сейчас это ска шкала начнется с 85 процентов заполнения 75 спасибо с 85 до 100 там будет красная шкала она стала поменьше размером вот человек скалибур думаешь ну вот там на экзекюшенере на иногда бегаю но иногда не хватает там перебежать какую-то дистанцию ну какое-то место быстренько перебежать иногда не хватает этого маска теперь хватит я так думаю а теперь красава в два раза больше до буда лайтов не трогали да а вот медоков тоже даже затронула это понял изменения даме до кофе выше ну вот это вот шадук это вот эти сейчас вот они просто везде и ну из-за того что пипцы сейчас клановые сломанные вот они я думаю ну как обратно вернут пипцы может их поменьше станет этих шаду к этому для них тоже очень хорошие изменения тоже дольше будут кайтите врага вот уже очень мерзко когда вас остается там пятеро но вы все пробиты один шаду кэт целый он просто всех расстреливает разбегается но если умел и очень игрок играет против него трудно позвольте теперь своими словами попробуй сейчас сказать что с маском случилось только сейчас до конца допер спасибо волкодаву в общем следующее получается а лайты которые могут с маском быть например флея практически ничего не изменится маски но станет немножко дольше ты сможешь использовать маск красная шкала станет чуть выше чуть дальше а вот маски на всех остальных мехов например на шаду коте на там спирит бери на всех короче остальных будет гораздо мощнее гораздо медленнее будет заполняться кола маска поэтому берегитесь шаду кэтов они будут еще дольше бегать пойдем дальше у нас кейс соответственно у кланов он автоматически встроен в компоненты руки-ноги и так далее а у сферы весил полтонны каждый кейс и переча кейс внутренней сферы будет весить 0 тонн и моего можно будет устанавливать и в руки и в ноги раньше было нельзя напомните ребят у кланов кейс в руках в ногах стоит или нет до конов кейс везде есть везде есть окей окей довольно необычные изменения интересно возможно ли будет его засовывать туда где нет быка кстати вот это интересно это же реально защита тогда будет да вот голая рука у тебя там нету б.к. ты туда копки из засунули крит слот занимаешь допустим отводишь от от удара по гауссу например слушайте ставить ради этого тратить крит слоты их каких у сферы как правило вообще не хватает за исключением там совсем каких-то холодных билдов типа двух гусей если халява и слоты есть по-любому теперь все мехи будут на 78 заполнены каждый так что ну и потом я не вижу чтобы это было прям диким преимуществом один забитый слот само по себе наличие кейса дает преимущество то есть в принципе это баф вообще свертеха глобально по сути что здесь происходит это просто сфероидных мехов клановым приближают в плане подрыва б.к. чтобы подрыв б.к. не проходил к центру торса мех сфероидный теперь будет потенциально дольше жить но если он правильно собран на ту процент потенциально дольше и главное что расположение кейсов будет более гибким если ты в полуторсе не держишь б.к. тебя не обязательно кейс стоит на полуторс можно поставить его там в руку или в ногу да это такой подарок за 0 тонн защищаешь меха своего да потому что раньше ты был как в руках вообще кейсов сферы не было это мог поставить только в полуторс поэтому если в руке рвало боекомплект у тебя отрывало полуторс так потом срабатывал кейс да и защищал не помнишь когда допустим в руке подрывается б.к. боекомплект и переносится в полуторс урон идет по структуре или по броне сначала полуторса структура рвется же структура рвется так что волкодав твой вердикт по поводу кейса вот этого изменения но это улучшение живучести в общую канву увеличение ттк она ложится хорошо насколько это все будет связаться вообще весь этот баланс он просто настолько обширность только мы все обсудили да что пока сложно представить себе какой баланс например будет между свиртехом и клантехом то есть какое влияние это больше многонаговая может оказать после всех этих изменений да надо будет смотреть не сказать сразу чтобы это прям вот очень сильно невероятно сильно повлиять но повлиять забавно кстати получается что также как я вижу параллель как и раньше возьмем лор вот так а раньше кланы были овер пауэр т.п. типа гораздо сильнее сферы как скальпур говорил там 6 сфероидных мехов против одного кланового как считалось постепенно по вселенной там к три тысячи там сотом и так далее сравнивалось сглаживалась разница таки у нас сейчас там 2012 когда игра появилась ланы но они наверно не в 12 появились но допустим когда кланы появились они были тоже крутые а со временем с годами кланы все нерфили веру повышали и опять-таки сглаживание происходит до сих пор забавно что что там что здесь у нас такая вот одинаковая линия появился сверх тех вместо сфер тех сверх тех появился сверх тех сфер тех часто бывает сверх тех например да там ярпичи тут сфероидный который летающих 2 чуть ли не быстрее клановских подкверкованными сфероидные машины сверх тех окей друзья мы подходим к последнему пункту который стоит обсудить и это последнее что мы еще не обсудили из изменений патчем это артиллерия артиллерия и air strike то есть расходники и позвольте я зачитаю значит по артиллерии что изменилось и тут в целом довольно интересные изменения урон за каждый снаряд понижен из 15 до 5 но продолжительность бомбардировки повышена было три секунды всего лишь обстрела артиллерии станет 6 секунд в два раза дольше и общее количество снарядов которые сейчас 5 урона будут наносить увеличено в два раза было 10 стало 20 и давайте air strike что зачитаю дамаг урон за бомбу понижен было 15 стало 10 не так сильно как артиллерию но все-таки понизили и общее число снарядов в air strike повышена было 6 стало 7 и более долгая дистанция то есть смысле допустим условно на 300 метров разлеталась 6 снарядов а теперь будет 7 снарядов на 330 метров условно так получится то есть длиннее будет линия обстрела пролетать я правильно понимаю ну смотри изначально до возвращаясь карте дело в том что ну дым из пришел это понятно дамаг за каждую за каждый удар артиллерии за каждый выстрел условно уменьшается с 15 до 5 в три раза количество снарядов увеличивается до 20 то есть раньше если повреждение это было 15 умножить на 10 штук да то есть там 150 сейчас стало 5 на 20 до стало 100 дамага ты мог нанести конечно гораздо больше потому что каждый shell может нанести дамаг не по одному меху да сколько их вокруг стоит столько и получит по этим 15 домашки но условно дамага стала меньше на треть примерно у артиллерии она стала подольше то есть как они сами говорят мы типа хотим сделать артиллерию больше для зонинга то есть для того чтобы люди реально вы бы выходили выбегали из этой зоны они получалось так что тебе либо повезло и ты не нахватал дамага либо не повезло и ты нахватал то есть для того чтобы люди успевали увидеть дым получить немножко дамага выйти из этой зоны то чтобы реально оказывался эффект артой именно зонинга вы выдавливание из определенной зоны находящихся там людей куда тыкнешь артой враги знали что туда идти нельзя и дольше ну замедлить короче противника вот для этого сейчас будет больше уклон артиллерии то есть если ты решишь состоять зоне арты ты получишь дамага достаточно много но у тебя будет возможность ее и покинуть из-за большей длительности и получить меньше дамага вроде как у нее должен при этом стать больше выдавливающий эффект мне единственно смущает то что общий дамаг ее снижается сможет оказаться что дамага для тяжелых целей будет слишком мало чтобы они на него там какое-то существенное внимание обращали то есть получается что они хотят как бы напугать этим артой а получится что люди будут просто игнорить эту артиллерию не боясь ее вообще да из-за того что раньше был шанс тебе прилетит 15 вот задница а сейчас тебе будет среднем прилетать задницы например 5 ну и как бы и хрен с ним то есть потенциально это все-таки нерв артиллерия стала сейчас я думаю что это больше нерв в принципе как бы для лайтов до барта сейчас очень очень такая вредная штука особенно для лайтов то есть вот это из-за что у него брони мало он может случайно эту плюху отхватить и потерять там себе от компонента довольно-то целиком так ли радикально это надо делать уменьшать его в три раза и размазывается на 20 это большой вопрос мне кажется достаточно радикальные изменения может оказаться что тяжелые мехи будут просто плевать на торту ходить не гулять на самом деле что прикольно что они начинают реально отличаться от аирстрайка артиллерии это мне тоже нравится но здесь тоже нерв она тоже понерфленная да но нравится что появляется различие между ними неплохо бы это различие в дальнейшем сохранить чтобы это были два разных по применению типу мне кстати знаешь что нравится что именно то что нерфит арту и эр страйк ведь прямо сейчас эти расходники являются как бы средством получения дополнительного дамага себе вскор конце боя где он пожирнее был а и это по сути халявный дамаг . указал куда-нибудь успел тыкнуть чтобы кто-нибудь не перехватил потому что очень большая на это дело и если ты успел ты себе на получал в лишнего дамаги и это ведь даже хуже чем нормы ведь лурами даже делиться надо дольше а это как а вот такая халявная лурма полянный дамаг и сейчас с помощью нерфа это немножко отходят от этого ты будешь меньше наносить урона артиллерии и больше так сказать она пугать ее что ли и мне это нравится потому что я хочу чтобы люди скиллом своим опытом своим и пушками своими зарабатывали себе киллы и и урон они тому что успели поражать по кулдауну арту и нужную точку там на аннигиляторе настрелять который никуда уйти не может на самом деле с одной стороны это так с другой стороны то ведь тоже один из типов вооружение по сути да вы умеете на менее вода правильно там в нужный момент применить и и способность там арты и за зоне для страйка достать какого-нибудь меха сидящего на одной позиции по торги щего это интересная особенность я например то очень часто использую для контры наскаров наскар бежит и перед ним кинул арту он уже не бежит я впервые такой у бороду увидел и понял что действительно так можно применять это за причем не надо кидать в них над перед ним кинуть чтобы они увидели они сразу так раз все по тормозам как скальбур ты смотришь на это человек народа авто стало слабже но мне норм я вот помню раньше воздушный удар был вообще почти все таскали но потом его занерфили вот именно длину раньше можно было склон горы кинуть и те кто за склоном они получат достаточный урон да я вот в компете тоже видел записи там один мир где-нибудь сел и просто вся команда подверг ты таскает его все ртой и убила вот он туда выйти просто не мог вот это за за нерф или сейчас все артиллерийский удар используют ну большинстве случаев я вот нами на меня кидают обычно артиллерийский удар я сейчас вот его понерфит 5 урона будет и он будет жидкий такой да они сконцентрированы я думаю сейчас обратно опять воздушный удар будут все используют тут и урона чуть побольше и он больше сконцентрирован и раз они еще увеличат дальность до его с прокачкой мне кажется обратно пересадят перед пересядут все на именно аэр страйки любопытно аэр страйк на мой взгляд требует немножко больше опыта и прицеливания вы попасть и нанести урон да но кто умеет я вот очень часто слышал от людей они жалуются на артиллерию но при этом я им говорю так использую а я не не умею ну да потому что для применения что грамотного что арты что аэр страйк надо очень хорошо представлять себе где противник куда он пойдет иначе ты кидаешь в воздух многие же просто в воздух выкидывают дают там пока ты куда-нибудь в одного меха в дальний угол там улетела попадала что толку от них никакого вместо того чтобы зазонить main там пуши на тебя то есть основную группу противника да не так давно узнал фишку где-то год наверно за то что можно арту кидать во вражеский уафф и она будет под ним где-то год назад только узнал что эту штуку можно использовать как начал но где-то раза три-четыре мне получалось прям очень хорошо это главное применение вражеских у нас как видишь все сразу сбивает говорит нет подождите кидает арту теперь сбивает ребят все мы подошли к концу а сейчас наступило время подвести какой-то некоторый итог и каждому из нас сказать подводящую итог речь все изменения целом если смотреть их совокупности мне очень нравится я вижу логику большую то есть нормальную логику подавляющим большинстве изменений что здесь сделаны ну там например а c20 к для сферы не добавили стрельбу с двух штук сразу не знаю почему но в целом все остальное это то что давно люди ныли то что я сам с людьми давно обсуждал и хотел чтобы было изменено я уверен что мета пошатнется не знаю сильно не сильно люди конечно попытаются играть все еще на там лицах и так далее как раньше но но им теперь будут в лицо бить новыми билдами это гуси это четыре ларджа это новые комбинации или старые комбинации которые теперь заиграют потому что то старая теперь с него можно смахнуть пыль старая теперь возвращают и это на мой взгляд здорово плюс помимо возвращения старого я вижу здесь и потенциал для новых билдов и для вообще новых вещей вот тоже арта пера то может применяться несколько иначе но также и вооружение изменяется ладжи гаусс пушки там light гаусс и если вы помните как мы о чем мы говорили их можно будет использовать и по старому и по новому и лучше чем сейчас однозначно так что однозначно будет интересно и я активно начну тестить свои старые билды которые я еще даже не менял они мне еще есть потому что не могу от таких хороших вещей хороших воспоминаний избавиться поэтому будем играть новые и в старые билды он у меня вот такой вот вывод я могу присоединиться и новин и повторю что говорил в начале ролика мне очень нравится изменение которое происходит с игрой которая была в застое достаточно длительное промежуток времени надеюсь что изменения привлекут старых игроков и новых люди посмотришь что кто-то тут что-то шевелится игра вроде как живая все изменения тоже опять же возвращая возвращение старых сборок опять вот охота с них смахнуть как пыль посмотреть как это в новых реалиях будет играться в целом конечно и мне все очень нравится жду с нетерпением ну что заключительных я сильно долго говорить не буду как я говорил вначале я за любой кипиш лишь бы не болото изменения все выглядят адекватными есть парочка там вопросов с тем что могут собираться лодки посильнее которые могут стать там новой метой в лазервомите и так далее но я считаю что надо попробовать посмотреть любые изменения всегда хорошо особенно когда это бафы особенно когда веселее станет играть на кучу мехов которые сейчас отложены в долгий ящик потому что уж очень узкой стала мета последнее время и сильно эффективных машин было очень небольшое количество мне кажется это я это пойдет только на пользу если эффективных машин с разными применениями будет много так что до плач позитивный как он в деталях себя проявит я думаю мы все увидим в ближайший месяц то он на этом можно закончить спасибо всем кто слушали нас и услышимся увидимся на полях сражений счастлива пока пока круто есть вопросы потому что не спросить экскалибр и агрид обычного игрока герты за рандомом приведу скале варсон знает прекрасно как формить рандом по моему